Всем привет дорогие друзья и сегодня у меня для вас одна грустная, но жизненная история. Буквально пару дней назад я обнаружил, что за счет адонат магазина одного из моих серверов пропало 30 тысяч рублей. Меня от этого не слабо так передернуло, ибо такие деньги не могли просто испариться. Поэтому я сразу начал проверять, куда они делись. И как оказалось, один из моих хороших друзей вывел их к себе на Киеве кошелек. Я сперва подумал, что это какая-то шутка, или он решил меня потроллить, потому что от него воровства я не ожидал ни в коем случае. Я ему сразу написал что-то типа, какого хера ты украл мои бабки, чувак? А он мне говорит, мол я не крал, я просто взял в долг, а там в сентябре, прости, что я тебе не сказал, просто не хотелось говорить об этом, ты не сможешь меня понять. И все, в таком духе просто бла-бла-бла. А позже оказалось, у него там какие-то проблемы были в семье, но к тому времени мне уже было реально наплевать. Представьте ситуацию, помимо того, что мне нужно заплатить за сервера немаленькую сумму, так еще нужно заплатить админу, с которым мы вместе весь этот месяц работали над моим сервером. Дело даже не в деньгах. Если бы он просто попросил у меня эту денежку, может быть я смог обдумать все и найти для него нужную сумму, но нет, он решил их взять без моего ведома. И это, ребята, капец как обидно. Человек, которому я доверял, от которого я вообще не ждал говна, оценил нашу с ним дружбу в 30 тысяч рублей. И это было отвратительно. Такая боль пронзила мое сердце в тот момент. Знаете, я уже хотел забить на это дело, ведь тут в принципе мало что можно сделать, бабки-то он вывел на свой кошелек. Но Аля подсуетилась, она нашла номер мамы этого парня и написала ей, а потом они созвонились. Когда его мать узнала, что он у друзей украл 30 тысяч рублей, она конечно была в шоке и сразу позвонила ему. После чего он написал мне в скайп и сказал, что вернет мне деньги. Однако вернул ему всего 21 с половиной тысяч рублей и сказал, я считаю, что заработал остальные деньги, работая на сервере весь этот месяц. Это одна треть от того, что сервер заработал за месяц. Но он туда заходил всего пару раз за весь этот чертов месяц. И в админке мало что делал. И оценил свою работу, хотя ее вообще не было, на восемь с половиной тысяч рублей. На целую одну треть от того, что заработал сервак. Не знаете, после всего этого я еще не хотел делать про него ролики, даже забил на эти восемь с половиной тысяч. Не хотел названивать его маме, ибо это тяжело, когда сын вор. Я не хотел делать ей больно своими словами, мне откровенно было ее жаль. Мне казалось, что на этом история закончилась. Но то, что он начал делать дальше, вообще уже перешло все границы. В общем, он начал продавать людям шмот на сервере, якобы в сне кассы, дешевле. А когда люди кидали ему бабки, он кидал их в ЧС. Капец он гений. Ну, конечно, люди сами виноваты, что кидали ему деньги. Но он выдавал себя за админа, ведь он им был раньше. И пользовался тем, что люди ему верили. Но я об этом узнал и реально охренел. Именно после этого я решил снять этот ролик и рассказать вам всю правду. Подводя итоги, я хочу сказать, что я лох. Потому что я доверился этому человеку, а доверять никому нельзя. Даже самому себе. Но также я хочу дать вам важный совет. Если вы будете делать свой сервер или магазин, или что-то еще, что будет приносить вам хоть какие-то деньги, то не берите с собой друзей. Ибо деньги портят людей. И даже те люди, за которых вы готовы отдать жизнь, могут предать вас в любой момент. И это реально грустно.